а еще раз приветствую всех с вами маркелов борис я понимаю что у меня сейчас трансляция чудит я поставил на запись пускай она будет записи так итак тема нашего разговора сегодня устройство на нормальную работу устройство нормальную работу и работой в свое удовольствие или не свое удовольствие я даже не знаю даже такого слова ну вот такое слово такое словосочетание я слышу часто и часто вот так получается что меня на нормальную работу зовут те кто на этой нормальной работе ну особо то не добился ничего то есть но нормальной работе я работал до 2013 года и нормальной работе я работал зарабатывал деньги но здесь как как сказать деньги то есть это были деньги вот нормальные деньги обычные деньги нормальная работа у нас ассоциируется зарплатой 25 тысяч двадцать пять тысяч рублей и не копейки больше не копейки больше потому что больше вам платить не будут а если вам будут платить вы будете вот как на этой картинке вот примерно как на этой картинке вот так же сидеть. Сзади за вами будет стоять дяденька такой и улыбаться, мило улыбаться и говорить Вася, Вася надо работать, надо работать, чтобы заработать себе на машину надо работать, чтобы заработать себе на квартиру надо работать, ведь ты же у нас пойдёшь сейчас ипотеку возьмешь кредит машину возьмешь и начнешь работать зарабатывать деньги кормить семью это нормальная работа а я в то время буду отдыхать ездить кататься в свое удовольствие на яхтах и на всем остальном за счет твоих работ я буду осуществлять свои мечты ребята если вы желаете вот именно в таком виде делать что-то и непосредственно вы считаете что это будет ваша нормальная работа не знаю я даже не знаю что тут сказать если это нормальная работа чего у меня все трансляции почему-то и как-то происходит у меня практически трансляции они тематические и откуда такая тема взялась я вижу что у нас потихонечку настраивается наш эфир и откуда это все взялось буквально часа два назад часа два назад мне один из товарищей каким-то хитрым образом он попал на мой канал youtube и начал писать а что ты себе подписчиков накручиваешь а что ты видео себе просмотре накручиваешь а что ты такой плохой а кто это сделал ребята ребята очнитесь проснитесь вы каждый день видите рекламу по телевидению вам каждый день рассказывают какие-то сказки по телевидению и вам говорят ой 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 посмотри сходи возьми в кредит ребят я против кредитов вот честно я против кредитов по поводу моих каналов моих эфиров не он написал не будь клоуном устройство нормальная работа слушайте я лучше буду клоуном я буду лучше клоуне надничать вот вы все прекрасно знаете олег попов такой клоун был известный юрий никулин и я думаю они были счастливыми людьми потому что они занимались своим настоящим любимым делом которые им также приносила деньги и вот я занимаюсь своим настоящим любимым делом который мне приносит деньги и что я вам еще хочу сказать у меня есть несколько роликов которые даже не несколько роликов у меня есть один ролик который мне мне на нескольких каналах моих у меня не один канал это не единственный канал у меня на ю тубе у меня есть несколько каналов и вот одно видео мне уже принесло за год порядка 80 90 тысяч одно видео с учетом того что я там ничего не продавал с учетом того что я там ничего не продавал я просто рекомендовал я просто рекомендовал и есть такие видео которые у меня залетают есть видео которые мне не приносит ни копейки а есть такие видео которые мне десятки тысяч рублей могут принести по всякому бывает то есть здесь вот такой вот вот такой вот подход и мое направление это видеоблогинг то есть я размещаю те видео и занимаюсь именно тем делом которым я хочу заниматься то что мне нравится то есть я зарабатываю деньги в интернете я на не только по проектам видео снимаю но я снимаю еще видео по всяким разным таким прикольным штукам которым я пользуюсь сам то есть я вот на зоне покупал этот телефон прикольный телефон я снял по нему обзор возможно кому-то этот обзор помолк возможно кого-то этот обзор начал раздражать а мне этот обзор принес деньги мне этот обзор принес деньги потому что люди посмотрели и сказали я тоже хочу такой телефон и вот несколько видео у меня есть на канале вот последнее время я снимаю сейчас я занимаюсь свободным свободном полете так называемым свободным блоггингом и я снимаю то что мне приходит например мне совсем недавно пришла диагностика на автомобиль я поделился этой диагностика я снял видео я смонтировал видео я поделился своими впечатлениями диагностика меня полностью устроила заказывал я на алиэкспрессе я договорился с продавцом этого магазина и продавец этого магазина мне будет отчислять ценную сумму денег при заказе при заказе в его магазине да это не будет миллион пускай это будет даже 50 центов либо один доллар но это будет один доллар лично мой а что вам нужно для того чтобы заработать один доллар ну вот кто смотрит этот эфир или будет смотреть этот эфир вы же ходите в магазин а вы же смотрите телевизор по рекламу по телевизору вы же ходите и не подсознательно на подсознание у вас там в корке откладывается какой-то продукт и вы идете его покупаете обратите на это внимание вот обратите на это внимание посмотрите вообще что происходит что происходит в этой жизни что происходит и как вообще вот возможностей сейчас на данный момент в интернете полно то есть нормальная работа которая была нормальная 20 лет назад 15-30 лет назад такой нормальная работа уже не будет если вы не владеете компьютером если вы не владели не владеете какими-то программами это в скором времени вам очень очень скоро пригодится то есть вы должны освоить вот эту программу вы должны освоить компьютер хотя бы на уровне пользователя чтобы пользоваться им потому что буквально через несколько лет вас не возьмут куда-то на нормальную работу если вы не можете работать вы пойдете работать черно рабочим рабочие которые нужны которые не хотят развиваться рабочие которые получают работают много получают мало то есть это вот вот такая вот наша суть жизни сейчас на данный момент если вы не хотите развиваться как личность если вы не хотите читать книги если вы не хотите изучать какие-то новые направления заработка скоро совсем скоро вы станете у церкви на паперте и будете просить милостыни хотя многие многие это делают уже сейчас в социальных сетях они пишут в личные сообщения и рассказывает там слушай дай дай мне тысячу рублей дай мне 200 рублей дайте мне 150 рублей а помогите у меня вот такая ситуация сейчас у всех такая ситуация у всех такая сейчас хреновая ситуация кроме тех кто во время перепрофилировался кроме тех кто ушел в онлайн кроме тех кто хотел чему-то научиться и учиться до сих пор учится до сих пор зарабатывает деньги в интернете и заработок в интернете это не только вот эти хайпа лохотроны которые в которых вы заходите где вам говорят положи тысячи рублей через сутки через 24 часа ты получишь 2000 рублей да это обман да это мошенничество но вы же ведетесь на это мошенничество вы же идете туда где вы хотите быстро заработать а быстрых денег их не бывает деньги хитрованом как так называемым как их называют в интернете они не идут не идут деньги без рекламы вложений в рекламу вот мне люди на канал youtube приходят с рекламы с трафика который я лью и люди подписываются сами по своему желанию и люди комментарии оставляют сами по своему желанию потому что это написано в задании да да это трафик если вы это не будете делать если вы думаете что вы такой хитро хитрый человек умный человек вы останетесь без ничего это я вам сто процентов говорю вы останетесь без ничего то есть как вот в одной из проповедей где было сказано в библии наверно многие верующие многие читали библию богатые будут богатеть неимущие останутся без всего но я проще вот так и вам объяснил вы считаете что это неправильно но здесь более глубоко нужно разбирать вот это понятие которое я вам сейчас сказал неимущие это те которые ничего не делают а богатые они всегда будут богатеть заберите у богатых людей деньги заберите у них все но оставьте им их окружение и их друзей там их тех людей которые их не бросят настоящие друзья никогда не бросят в беде никогда не бросит в беде и всегда помогут они настоящие друзья такие корешки которые пивка выпить и когда у вас все хорошо денег у вас спросить вот такие друзья отсеются и от таких людей нужно быть подальше и И устройся на нормальную работу, потому что что? Ну потому что что? Объясните мне, пожалуйста, что такое нормальная работа? Нормальная работа это когда вы просыпаетесь в 6 утра и в 8 вечера приходите домой, недовольные. Нормальная работа это когда вы зарабатываете 25-30 тысяч, работая по 5-6 дней в неделю. Кто-то работает по 12 часов, кто-то работает по 14 часов. Это нормальная работа. Вы считаете это нормальная работа? Вы считаете это нормальная жизнь? Ну вы... Я даже слов здесь подобрать не могу. Возможно даже это видео будет смотреть тот человек, который троллил у меня там на канале. Который троллил у меня под видео, под дневной трансляцией, которую я проводил. А возможно этот человек зарегистрируется там, где я зарабатываю с 2013 года. Возможно он изучит все-таки то, что я ему посоветовал. Поизучать книжки и поизучать СММ. Это продвижение в социальных сетях. Потому что социальные сети это для... Вот на данный конкретный момент это все для вас. То есть социальные сети. Через социальные сети вы прекрасно понимаете, что вот вы видите рекламу, которая у меня сейчас крутится ВКонтакте. Вот это все. Это все продажи. Вам продают матрасы. Вам продают все, что угодно. Вам продают рюкзаки. И все это вам продают через социальные сети. И если вы этим не пользуетесь, значит вы просто потребляете вот это все, что вам предлагают в социальных сетях. Социальные сети пойдут достаточно далеко. Далеко еще пойдут те люди, которые занимаются видеоблогингом. Которые записывают видео. Которые записывают, путешествуют. Вот видели наверное каналы, где своим ходом по моему канал называется еще что-то. Люди путешествуют за счет донатов своих подписчиков. Они записывают видео. Они живут по несколько месяцев в разных странах. Они не работают нигде. Они просто записывают видео. Это вам к размышлению. Это вам к тому, если вам в следующий раз захочется сказать устройство на нормальную работу. Нормальная работа это что? Устроиться на нормальную работу потому что что? Потому что там соцпакет. А с нормальной работой вот совсем буквально недавно людей поувольняли. А с нормальной работой совсем недавно за счет вот этого кризиса коронавируса. Людей отправили без обеспечения. Это вы считаете нормальная работа? Нормальная работа это когда вы ноете. Не вы ноете, а люди ноют по соцсетям. Нам денег мало, у нас президент плохой. У нас все плохо. А у меня все хорошо. У моей жены все хорошо. У моих родственников все хорошо. У всех все хорошо. Ребят, задумывайтесь, задумывайтесь. Во-первых, вам нужно поменять свое окружение, окружение нытиков. То есть нытики вам не друзья. Нытики вам совсем не друзья. Если вы находитесь сейчас в обществе нытиков, где вы на работу приходите и говорите «О, президент какой плохой! Какая зарплата у меня маленькая!» А вам что, президент зарплату платит? Или президент вам сказал устроиться на ту работу, которая вам не нравится? Понимаете? Если вам не приносит удовольствие то, чем вы занимаетесь, это не работа. Это галеры. Вы являетесь на данный момент теми людьми, которые называются рабочими. То есть здесь первое слово-сочетание раб. Работа от слова раб. Если вы на работу ходите, пытаетесь на работу как-то ходить и что-то там делать, и вам это не нравится, вам работа это никогда не приносит удовольствия, вы потеряете там здоровье. Вы потеряете на этой работе абсолютно все, что вы имеете. Но первое, это вы будете рассчитываться своим здоровьем. Сколько бы денег вы там не получали. Вот миллионы вы там будете получать, или сколько там, 20 тысяч, 30 тысяч. Вы гробите там себя. Вы гробите своих родственников в этой работе. Поэтому здесь вы можете просто рассчитывать только на себя. Только на себя. И на этом я буду, наверное, заканчивать. Потому что трансляцию у меня идет просто отвратительно. Я вижу, что мой ОБС щелкает и перещелкивает. И не идет нормально, как положено. Я эту трансляцию записывал. Я ее выложу в записи. Посмотрите в записи, что я говорил, когда я пропадал на то время, когда у меня эта трансляция не шла. На этом я заканчиваю. И перед тем, как кому-то сказать устройство нормального работы, вспомните меня, вспомните это видео. И вспомните вот это тоже словосочетание. Устройство нормального работы, потому что что? Потому что ты там потеряешь здоровье. Потому что ты там не заработаешь денег. Потому что ты не получаешь от этого удовольствия. Все. На этом заканчиваю. Всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...